полгода назад браузерный вариант и отдельный вариант имели разные кодеки поэтому были несовместимы виде не показывали экран друг друга потом это исправили это windows windows считает себя умнее чем все остальные ну да зум в этом плане привычным ведет зум зум это это страшная вещь мы проводили конференцию по зуму вот вчера позавчера университет скую и бросили его потому что он начинал выкидывать людей произвольным образом зависал отваливался и он не выдерживает нагрузки большой ну я думаю что нет там лицензионно конечно же на все лицензионно все куберна сильно зависит от типа лицензии у нас большая лицензия у нас университет платит университета деньги есть получилось войти так так леонид антонович появился у нас прошу прощения за задержку не получилось сразу меня заставили весь путь пойти а да это может такой путь да вот у нас очень много присутствует людей частности докладчик и его старший друг и руководитель кроме того присутствует очень много друзей которых я знаю давно и видел тоже порядком александр миллери добрый день александр очень рад добрый день кискина александр владимирович я не встречал приветствую вас александр здравствуйте николай николай работаю в санкт-петербургском университете на факультете математики компьютерных наук и сотрудничаю с василием работая в той же области да но а леонид антонович а вы возможно встречались с сашей на конференциях петербурге наверное но шага не было не было такого официального представления в юрике в англии ясно я думаю то что здесь александр гусев и мидова анастасия деваков дмитрий виктор федорович добрый день виктор кулява дмитрий сергеевич малых михал дмитриевич и многие другие мы наверное начнем как вы считаете николай николай конечно тогда если позволите это доклад по теме диссертации василия сергеевича должен на которую мы заслушивали в начале на предзащите на предмет соответствия паспорту специальности по которой он защищался а потом на самой защите как формальное представление результата по протоколу но ясно что это и другое ограничивала докладчика в том чтобы рассказать суть и самые интересные находки в той работе которую он проделал поэтому мы пригласили а его выступить еще раз но уже в таком свободном режиме режиме не подгонки потребования совета или потребования протокола а рассказа о том чем он занимался откуда шел куда пришел что по дороге нашел а что потерял а все остальные слушатели те кто раньше слушали те кто слушает его первый раз будет очень здорово если они будут задавать вопросы в таком свободном режиме научно научного обсуждения что интересного что опасного что наоборот крайне для них восхитительно поэтому василь сергеевич прошу тебя давай начни рассказывать я думаю вопросы можно будет задавать по ходу доклада как василий да да вполне можно прерывать поэтому участники если вдруг есть желание включиться и сказать что-то интересное по ходу доклада то призываю вас говорить я выключаю свой микрофон и мы слушаем что говорит докладчик большое большое спасибо ранит антонович за возможность выступить на семинария здравствуйте уважаемые слушатели в общем данном случае я хотел бы рассказать о том чем я занимался в последние годы этот доклад будет в основном посвящен комбинаторным аспектам моего исследования в то время как диссертация диссертации речь шла о приложениях здесь я не буду касаться тематики приложений буду говорить в основном о математической математической составляющей о тех вычислительных экспериментах которые я проводил о тех результатах которые были получены здесь представлена структура моего доклада первой части доклада я приведу основные определения без которых невозможно говорить о результатах затем я обслужу некоторые задач которые решались в рамках диссертационной работы и отдельно отдельным последним пунктом я поговорю о таких вот преобразованиях на коблицах юнга образование роботизма шинстокнута и преобразование шиндерже и опять-таки о некоторых экспериментах которые проводились вот в этой связи значит ну начну с базового определения что такое диаграмма юнга это следующий следующий совокупность клеток которые выровнены по нижнему и по левому краю и сконфигурированы таким образом что длинные строк не бывают вернее не возрастают при движении снизу вверх а длинные столбцов не возрастают при движении слева направо значит двумерные диаграммы юнга могут обобщаться на большие размерности значит вот пример трехмерных диаграмм это уже последовательность вложены друг друга двумерных диаграмм совокупность из кубов которые расположены которые ограничены тремя плоскостями в общем случае д мерную диаграмму юнга можно представить она находится во взаимоднозначном соответствии с разбиением числа причем элементы разбиения порядочны следующим образом то есть каждый элемент разбиение больше ли равен соседнего соседнему элементу по одной из координат сейчас я приведу примеры двумерных трехмерных четырехмерных диаграмм вот двумерная диаграмма состоящий из 15 клеток она представляет собой последовательно вложенные столбцы 5 4 3 2 1 это просто слагаемые разбиение числа 15 на высота столбцов это слагаемые трехмерном случае трехмерная диаграмма уже представляет собой последовательно вложенные двумерные диаграммы здесь у нас красные числа это количество клеток в двумерных слоях а синие это уже количество клеток в столбцах двумерных слоев. То есть в первой диаграмме у нас 5 клеток, но мы их можем разбить на 3 плюс 2. 3, 2. То есть здесь будет 3, 1, 2, 1, 2 и 1. То есть, по сути, трехмерная диаграмма Юнга это разбиение-разбиение. Но здесь накладываются определенные условия, что у нас, опять-таки, в каждом скажем, назовем это так, под разбиение числа опять-таки упорядочены по убыванию, по невозрастанию. Ну и кроме того, вот эти первые элементы они также упорядочены. То есть 3, 3, 2, 2. То есть первые элементы в этих вот синих разбиении. Значит, четырехмерная диаграмма это уже разбиение-разбиение-разбиение. Здесь я поставил знак вопроса, потому что четырехмерную диаграмму сложно изобразить. Тем не менее, я ее обычно изображаю вот таким образом, как совокупность трехмерных слоев, из которых она состоит. Причем, каждый последующий слой не выходит за пределы предыдущего. То есть вот мы видим, что эти кубики, они находятся в всех пределах предыдущего слоя. Ну и все, аналогично. Мы уже разбиваем следующий элемент и так далее. Далее, что касается двумерных диаграмм, они бывают стандартными и строгими. Строгие диаграммы это такие диаграммы, у которых все столбцы имеют разную длину. Значит, также можно сказать, что есть связь между диаграммами Юнга и теорией представлений. Множество стандартных диаграмм соответствуют неприводимым линейным представлениям симметрической группы, а строгих диаграмм неприводимым проективным представлениям симметрической группы. При этом для трехмерных или четырехмерных диаграмм пока вот такой вот аналогии с ангибридическими структурами не найдено. Далее, значит, таблицы Юнга. Таблицы Юнга это диаграммы, которые заполнены числами от одного до М, так что они возрастают вдоль координатных осей. То есть в двумерном случае это просто способ заполнить диаграмму так, чтобы числа росли слева направо и снизу вверх. В трехмерном случае это уже будет рост вдоль трех координатных осей, x, y, z. Тоже существуют разные способы распределить таким образом числа. Но здесь сложнее это визуализировать, потому что некоторые клетки закрывают другие клетки. Значит, далее. Вообще говоря, множество диаграмм Юнга удобно представлять как множество вершин бесконечного градуированного графа, называемого графом Юнга. Значит, в этом графе у нас корнем является диаграмма, состоящая из одной клетки. И каждая ребро соединяет две диаграммы таким образом, что одну из другой можно получить с добавлением одной клетки. Например, вот эту диаграмму можно получить, добавив к этой диаграмме клетку в этом месте, а к этой в этом месте. Значит, ну отдельно можно рассмотреть под граф графа Юнга, называемый графом Шура, который содержит только строгие диаграммы. Значит, преимущество исследования этого графа состоит в том, что, в принципе, у этих двух графов есть много общего, при этом граф Шура содержит значительно меньшее количество диаграмм, соответственно, есть возможность изучить его глубже, то есть дойти до более, до большего количества уровней этого графа. Вот он отдельно, начало графа Шура. Ну здесь я привел просто первые шесть уровней, реально в наших экспериментах мы работаем там с миллионами, с десятками миллионов уровней графа. Это невозможно изобразить в силу очень быстрого роста количества вершин. На этом слайде я бы хотел показать, что эквивалентность между рассмотренной вышеопределениями таблиц Юнга и путями на графике Юнга это одно и то же, то есть таблицу Юнга мы можем интерпретировать как последовательность, в котором мы добавляем клетки на графе. То есть вот пример пути, вот пример таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот другой путь, такая таблица. В эту же самую диаграмму можно прийти другим путем, получаем другую таблицу. В общем, все, что я хочу сказать, это то, что путь на графе Юнга это то же самое, что таблицы. Соответственно, множество путей это то же самое, что множество таблиц. Иногда я буду использовать один термин, иногда другой. Это они эквивалентны. Здесь показаны первые пять уровней первые пять уровней трехмерного графа Юнга. Значит, каждый уровень отмечен отдельным цветом. Вот здесь все то же самое. Каждое ребро соответствует добавлению уже трехмерной клетки на грамме. Далее здесь два слайда, где изображено начало четырехмерного графа Юнга. Их нарисовали мои студенты. В общем, здесь уже это и сложнее изображать. И другая сложность в том, что здесь совсем быстрый рост количества вершин. То есть на четвертом уровне их уже 26. На пятом, я не помню сколько, но, по-моему, порядка 50 или 60. В общем, такой есть способ, такой есть способ рисовать. В общем, далее. Значит, следующее определение это размерность диаграммы. Размерность, здесь нужно не путать это с размерностью в плане того, что это двумерная, трехмерная или четырехмерная диаграмма. Здесь слово размерность в другом смысле употребляется. Если я буду говорить размерность, то я имею в виду именно вот это, именно это понятие. Значит, под размерностью мы понимаем количество таблиц кунга соответствующей формы. То есть, если у нас есть какая-то диаграмма, то размерность ее будет количество комбинаций, в которые можно ее заполнить числами от одного до n, чтобы они вырастали вдоль координатных осей. Значит, или эквивалентна размерность это количество путей на графе из корня графа в данную диаграмму. В двумерном случае существует известная формула, позволяющая эффективно вычислять размерность произвольной диаграммы Юнга, называемая формула крюков. Что такое крюк, я расскажу на следующем слайде. Чтобы вычислить размерность заданной диаграммы, мы должны разделить факториал ее размера, то есть количество клеток, которое она состоит, на произведение всех крюков, всех клеток. Значит, в трехмерном, четырехмерном и так далее случаях быстрого способа вычислять размерности диаграмм не существует. Только перебором. Вот перебором, например, на трехмерном графе мне удалось найти все размерности всех диаграмм до 33-го уровня включительно. Далее мне не хватило оперативной памяти. Вот, значит, ну, по поводу формулы крюков, в общем, крюк клетки это следующее. То есть, если у нас есть такая вот клетка, например, вот она отмечена синим, мы можем провести линию вверх, линию направо, так, чтобы достичь фронта диаграммы. И количество клеток, включая ее самой, которые лежат на этих прямых, это, собственно говоря, длина крюка. Вот, в данном случае она равна 7. Ну, и на этом рисунке показаны все крюки, все длины крюков всех клеток. То есть, для того, чтобы посчитать размерность этой диаграммы, то есть, количество таблиц, которые можно в ней вписать, нужно разделить факториал количества клеток на произведение всех этих чисел. На этом рисунке показаны размерности первых диаграмм на двумерном графе. Здесь очевидно, что мы также можем вычислять размерности рекуррентно. Если мы возьмем какую-то диаграмму, можем просто сложить размерности всех диаграмм, соединенных с ней ребром, потому что, если у нас количество путей в этой вершине 4, в эту 6, то это будет 10. По этой методике можно вычислять размерности на трехмерном, четырехмерном графе Кьюнга, но это очень медленно и, в общем, тоже не позволяет вычислить эффективно размерность произвольную диаграмму, особенно большого размера. Вот. И в силу быстрого роста размерности диаграмм, в данном случае двумерных, для изучения их асимптотических свойств, потому что нас интересует именно асимптотика, применяется нормировка точных размерностей. Здесь вы можете видеть формулы для нормализованных размерностей на графе Кьюнга и графе Шура, то есть для стандартных и для строгих диаграмм. Это функции, в которых включается логарифм точной размерности. Димлямда это точная размерность, берется от нее логарифм некоторыми параметрами. Ну, и здесь существует традиция, что чем больше точная размерность, тем меньше нормализованная размерность. Здесь обратно вязь. Далее на рассмотренных выше графах, гравуированных графах, двумерном, трехмерном, четырехмерном, может быть построен случайный процесс, если каждому ребру задать соответствие определенную переходную вероятность, так, чтобы сумма вероятности исходящих из каждого ребра была равна единице. Можно задать большое количество таких случайных процессов. В данной работе рассматривались два процесса. Это процесс Ричардсона и процесс Планшерелли, о которых я сейчас подробнее расскажу. Во-первых, процесс Ричардсона. Здесь каждому ребру ставится в соответствии одинаковая вероятность, то есть если из вершины исходит n ребер, то каждому ребру ставится в соответствии вероятность 1 n сейчас я покажу анимацию демонстрирующую процесс Ричардсона. Вот здесь просто пример как в двумерном случае растет диаграмма Юнга, если мы на каждом шаге с одинаковой вероятностью добавляем ту или другую клетку. Ну, это просто пример роста. значит далее здесь представлен результат эксперимента, который я проводил. Синяя кривая это нормализованная размерность, нормализованная размерность диаграмм, случайных диаграмм в процессе Ричардсона и красная кривая это апоксимирует нормализованной размерности, значит она была получена методом наименьших квадратов, здесь представлены ее параметры и вид функции, но здесь я хочу добавить, что на самом деле я думаю, что эти параметры будут еще уточняться, потому что здесь требуется построить еще больше этих кривых и взять усреднить нормализованную размерности. Ну, в данном случае здесь кривая построена до 80 миллионов клеток получается, но в принципе там есть перспективы для модернизации алгоритма и я думаю, что и дальше можно будет дойти, скорее всего. Далее следующий процесс, который я рассматривал, это процесс Планшереля, как вы видите, здесь уже вероятности не одинаковые, но этот процесс чрезвычайно важен, только он обладает свойством центральности, это обозначает то, что если мы выберем какую-то пару вершин на графе и будем строить между ними пути, то вероятности этих путей будут совпадать. Вот в этом примере построены два пути между фиксированной парой вершин и в этом случае вероятность на 30-е. Значит, процесс Планшереля связан с таким понятием, как мера Планшереля, то есть это вероятностная мера, в которой вероятность пути в задуманную диаграмму равна отношению размерности этой диаграмме к бактериалу ее размера. Значит, вероятность это вероятность одного пути, а вероятность того, что мы попадем в диаграмму, это уже будет произведение вероятности одного пути на количество путей. Количество путей это размерность, то есть здесь получается квадрат размерности. Значит, Путем несложных преобразований из этих формул можно получить формулу для переходной вероятности. Собственно, это формула, по которой вычисляются вероятности, которые мы ставим на ребра в процессе Пленшереля. Здесь также фигурирует произведение длин крюков клеток диаграммы, о которых я говорил ранее. Теперь, что касается обобщения процесса Пленшереля на трехмерные случаи. То есть понятно, что процесс Ричардсона элементарно обобщается, но просто также на любом грудированном графе можем задать одинаковую вероятность для всех происходящих ребра. С процессом Пленшереля ситуация обстоит несколько сложнее. То есть в статье Василия Терентьев 2015 года был рассмотрен так называемый псевдопленшерелевский процесс. То есть это процесс, вероятности в котором вычисляются следующим образом. То есть это естественное обобщение предыдущей формулы. Просто добавляется еще один саммножитель. И уже рассматриваются не двумерные, а трехмерные крюки. То есть трехмерный крюк трехмерной клетки – это объединение трех лучей, трехортогональных лучей, направленных от клетки в сторону фронтодиаграммы. В общем, было выяснено, что если вычислять вероятность следующим образом, оказывается, что полученные числа не являются вероятностями, потому что их сумма не равна единице. Тем не менее, они были использованы как веса. То есть для каждой диаграммы это считалось весом. Он делился на сумму всех весов. И таким образом получалась вероятность. И рассматривался уже вот такой процесс, которым вероятности считали следующим образом. Было замечено, что он не центральный. Тем не менее, по всей видимости, он является асимпатически центральным. Это обозначает то, что чем больше диаграммы мы будем брать, трехмерную диаграмму, тем ближе вероятности путей между ними будут единицы. То есть с ростом количества кубиков вероятности путей между одинаковой парой диаграмм будут все ближе и ближе к единице. И последнее определение, которое я хотел дать, прежде чем перейду к экспериментам, это жадные последовательности или последовательности жадного ветвления. Это уже не случайные последовательности диаграмм Юнга, они детерминированные. В них мы на каждом шаге выбираем ребро с максимальной вероятностью. Вот так. Значит, сейчас я покажу еще одну анимацию, где показывается рост случайной и жадной псевдопланширелевской диаграммы. В общем, слева вы видите рост жадной псевдопланширелевской диаграммы, а справа случайной. При этом красные маленькие кубики соответствуют разным переходным вероятностям. Чем более кубик красный, тем выше вероятность. Чем он более белый, тем она меньше. Как мы можем видеть, в случае жадного псевдопланширелевского роста, значит, рост осуществляется более регулярно, мы видим четкий контур. На самом деле, замечено, что в этом процессе форма диаграммы все время стремится к симметричной, но она, естественным образом, все время перестает быть симметричной, потому что мы вынуждены добавлять все новые и новые клетки и нарушать симметрию, но, тем не менее, потом стремимся к ней вернуться. Ну, в случайном случае все случайно, хотя асимпатически, если устремить количество кубиков на бесконечность, то, по всей видимости, форма этих фронтов диаграмм совпадет в жадном случайном случае, мы это увидим позже. Вот. Далее. Ну, подробнее о изучении процессов трехмерных, трехмерного графика Юнга можете ознакомиться в этих двух статьях на Иксу Николаевичу. Все. Дальше я закончил первую часть. Сейчас я хотел бы перейти уже к экспериментам. Первая тема, которой я занимался, это поиск диаграмм Юнга с большими и максимальными размерностями. То есть, вот я рассматривал выше различные графы, и суть задачи состоит в том, что вот у вас есть какой-то уровень графа, то есть, грубо говоря, множество всех диаграмм Юнга из N-клеток. И вам нужно на этом уровне найти такую диаграмму, размерность которой будет максимально. Вообще говоря, тема, вот эта тематика и вообще в целом тематика исследования размерности диаграмм Юнга берет свои корни еще как минимум из 60-х годов. То есть, вот в этой статье 68-го года впервые была поставлена проблема поиска диаграмм Юнга с максимальными размерностями или, что эквивалентно, поиск неприводимых представлений симметрической группы с максимальными размерностями. Затем в работе Джона Маккея 76-го года была построена такая последовательность, значит, из первых 75 диаграмм с максимальными размерностями. И для того времени это был очень честный результат, учитывая те вычислительные возможности. Также стоит отметить, конечно, если мы говорим о теме диаграммы таблиц Юнга, нельзя не вспомнить о Анатолии Моисеевича Вершике и учениках его школы. Здесь, конечно, были написаны десятки работ на эту тему. Я выделил лишь три. Значит, вот в работе Вершик, Грибов, Керов исследовались нормализованные размерности диаграмм Юнга, распределенных по мере Пуншереля. Они генерировались с помощью преобразования РСК, о котором я поговорю позже. Размер диаграмм был всего лишь до 1600 клеток, но это, я не знаю, либо одна из первых, либо, по всей видимости, это первая вообще работа, где исследовались именно с помощью численных экспериментов нормализованные размерности. Значит, затем Вершик, Грибов 85-го года, это тоже очень важная работа, но она уже важна не с точки зрения экспериментов, сколько с теоретической точки зрения, потому что там были получены многие важные теоретические результаты, в том числе была получена предельная форма, формула для предельной формы Пуншерельских диаграмм, известная сейчас как предельная форма Вершика Керова, или на Западе она известна как предельная форма Логана Шеппа, но часто ее также пишут в ВКЛС, то есть Вершик Керов, Логан, Шепп. Так, затем работа Вершик Павлов, ну, Дмитрий Алексеевич Павлов, по всей видимости, сейчас присутствует здесь просто, то есть в этой работе, в том числе одним из результатов этой работы является то, что была построена уже последовательность из 130 диаграмм Юнга с максимальными размерностями, то есть вот ранее было 75, здесь уже 130, но она также была найдена перебором, переборным методом, ну, и также я выделил вот нашу с Николаем Николаевичем работу, здесь мы построили уже последовательность из миллиона диаграмм с большими максимальными размерностями, то есть алгоритмы, которые мы здесь использовали, я сейчас о них расскажу, но суть в том, что эти алгоритмы позволили, не применяя перебор, получить вот эти известные 130 диаграмм, которые были ранее уже получены здесь, и также получить другие диаграммы, про которые мы достоверно не знаем, что они все являются диаграммами с максимальными размерностями, но, по всей видимости, таких диаграмм среди них достаточно большое количество, и это дает возможность, исследуя асимптотические свойства этих диаграмм, строить гипотезы об асимптотических свойствах последовательности диаграмм с максимальными размерностями, которые на данный момент неизвестны. Вот, значит, по поводу алгоритмов поиска диаграмм с большими размерностями, ну, на самом деле, применялись различные стратегии, здесь я привел пример диаграмма, двух стратегий, это алгоритм встряски и алгоритм ветвей. Идея алгоритма встряски состоит в том, что мы берем какую-то диаграмму Юнга, в которой есть какая-то размерность, и мы хотим найти другую диаграмму такого же размера, но с, возможно, большей размерностью. Для этого мы несколько раз добавляем к ней клетки с максимальными планшерельскими вероятностями, и затем такое же количество раз удаляем какие-то другие клетки с минимальными планшерельскими вероятностями. Получаем новую диаграмму и сравним ее размерность с исходной. Если она больше, то мы просто забываем о нашей исходной диаграмме и сохраняем новую. То есть идея алгоритма базируется на том факте, что чем больше планшерельскую вероятность мы выбираем при добавлении клетки, тем диаграмму с большей размерностью мы переходим. Значит, этот алгоритм применялся, понятно, что для больших диаграмм, понятно, что здесь были большие параметры, применялся он атеративно, и он, на самом деле, немножко сложнее, чем здесь представлено, но, в общем, я основную суть передал. Значит, другой алгоритм, это называется алгоритм бетвей, здесь идея в том, что мы рассматриваем не одну жадную последовательность диаграмма, а серию жадных последовательностей, мы строим, берем, допустим, какое-то количество диаграмм одного размера, строим от них жадные последовательности, то есть добавляем к ним клетки с максимальными вероятностями, и затем на каждом шаге из получаемых диаграмм выбираем диаграмму с максимальной размерностью. Опять-таки, здесь, естественно, размер диаграмм был значительно больше, количество ветвей тоже было значительно больше, и эти алгоритмы, они применялись по очереди, на вычислительном кластере в течение очень долгих недель. Вот. Да, на каждом шаге мы выбираем диаграмму с максимальной размерностью. На этом слайде представлен фрагмент графика нормализованных размерностей. Значит, красная кривая – это жадная последовательность диаграмм, а синяя – это нормализованные размерности диаграмм, преобразованных с помощью стратегий. Значит, мы видим, что синяя кривая расположена немножко ниже, то есть нормализованные размерности меньше, значит, настоящие размерности больше. И вот эти вот небольшие разности в нормализованных размерностей на самом деле соответствуют колоссальным разностям в настоящих размерностях, потому что нормализованные размерности получается как логарифм настоящей размерности. Это что касается этой задачи. Далее я бы хотел сказать еще, что сами по себе жадные последовательности, которые использовались для поиска диаграмм с большими размерностями, они представляют собой отдельный исследовательский интерес. Они обладают рядом свойств, о которых я сейчас хотел бы поговорить. В частности, если мы берем две диаграммы Юнга одного размера, произвольные, и начинаем строить от них пару жадных последовательностей, эти жадные последовательности в конечном счете объединяются, сливаются в одну последовательность через конечное число шагов. Этот факт был проверен на двумерном, трехмерном и даже четырехмерном графах Юнга. Контрпримеров найдено не было. Далее были исследованы также разности нормализованных размерностей, диаграммы жадной последовательности. Этот график я тоже покажу, прокомментирую. И были исследованы распределения вероятностей на фронте диаграмм жадных последовательностей. Первое свойство – это гипотеза объединения. То есть, если мы строим жадные последовательности от диаграмм, они в конце концов сливаются. Если мы начинаем строить их, допустим, в пяти диаграмм, другие они сливаются в одну. Сейчас я тоже покажу анимацию на эту тему. В двумерном случае здесь рассмотрена пара диаграмм двумерных, которые наложены на друга, и от каждой построена жадная последовательность. То есть, серая область – это общая область для двух диаграмм, и красная и синяя – это относится к одной и к другой. Вот, значит, происходит жадный рост, и в конце концов они сливаются в одну последовательность. Ну, также это же свойство было проверено и в трехмерном случае. Здесь уже не процесс Планшерелля, а псевдопланшерелльский процесс, но также брались две жадных последовательности. Также они строились от какой-то произвольной пары диаграмм, и они сливались. Значит, в четырехмерном случае это сложно показать, но эксперименты проводились. Далее, на этом графике вы можете видеть, опять-таки, в укропненном масштабе, кусок вот того графика, где были синие и красные кривые, которые я показывал ранее. То есть это просто график нормализованных размерностей, диаграмма жадной последовательности. То есть если смотреть его в другом масштабе, то это кажется, что это прямая линия. На самом деле здесь, хоть и с небольшой амплитудой, тем не менее присутствуют такие существенные осцилляции, и они имеют относительно регулярную структуру, как мы можем видеть. В общем, свойства этих осцилляций также были изучены в моей работе. Был построен первый ряд разностей этого графика. Он уже дает вот такую картину. Вот здесь, вернее, еще первый ряд разностей был нормирован на корень из n. Значит, ну и получилась вот такая структура. То есть здесь представлены не отдельные функции, это одна функция. Просто она распадается на серию таких дискретных уровней. Значит, и свойства этих уровней были также изучены отдельно для стандартных и для строгих диаграмм. В случае строгих диаграмм результат был удивительный. Пока что причина такого результата не основана. В общем, численные эксперименты показали, что нижняя ветвь соответствует ситуациям, когда мы жадным образом добавляем клетку в седьмую строку снизу, именно строку номер 7. Результат удивительен тем, что седьмая строка снизу для маленьких диаграмм, это может быть вообще верхняя часть фронта, а для больших диаграмм это может быть что-то около подошвы. Тем не менее, независимо от размера диаграмм, всегда седьмая строка обозначает наибольшую разность нормализованных размерностей. То есть в стандартном случае там была немножко другая интерпретация, но она также была связана с координатами клеток, которые мы добавляем. Так, вопрос есть. Да. А вот в такой случае зависимость от того диаграмма, переход на четное и нечетное число клеток или наоборот. Исследовалось осцилляцией там. А, в смысле, если изначально было, допустим, нечетное или четное, да? Да, да, да. Или была согласованность или падение? На самом деле, года три-четыре назад мне казалось, что я обнаружил такую зависимость, но потом выяснилось, что это у меня просто была ошибка в программе. На самом деле, по всей видимости, такой особенности нет. То есть я просто, как я это исследовал? Я, вот у меня есть такой график, и я просто, ну, скажем так, вырезал из него вот это множество, допустим, нижнюю ветвь, и уже работал только с этим множеством. И если бы выяснилось, что в этом множестве, скажем, только нечетные диаграммы, то это бы, я, наверное, заметил. Хотя, на самом деле, можно на это посмотреть. То есть, как бы никакой вот периодичности осцилляции как бы не наблюдалось. Ну, вот единственное, да, единственное, что я нашел, это вот номер строки. Можно я немножко прокомментирую? Потому что, может быть, я просто лучше помню. Ну, действительно, вот распадение на такую серию дискретных уровней, причем каждому дискретному уровню вот здесь вот, я не знаю, это строгие диаграммы, вот этот график конкретный. Это стандартный. Ну, в стандартных диаграммах там каждому уровню соответствует не номер строки, а отклонение от диагонали. То есть разница между координатой х и координатой у, к добавляемой клетке. Она тоже может быть там равна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так вот, каждому уровню соответствует некоторая вот конкретная разность. А для строгих диаграмм просто разность между нулевой строкой, то есть конкретно номер строки добавляемой. Ну, вот удивительно то, что здесь нет регулярности. Вот это ответ на вопрос Александра. Регулярности нет. Вот самая нижняя, это номер 7. Потом там, по-моему, где-то был номер 4, там они все небольшие. Выше расположены уровни там с другими разностями координат, но большой регулярности и зависимости вот четкой между четностью или нечетностью этих разностей координат тоже нет. Здесь, по-видимому, вот этот эффект связан с какой-то такой неизвестной пока резонансной структурой. Вот чуть дальше, насколько я понимаю, будет показан некоторый слайд, показывающий, ну, в общем, имеющий тоже отношение к таким жадным последовательностям. Там речь идет о поведении самих планширелевских вероятностей добавляемых клеток в жадной последовательности. И там видны такие как бы фонтанчики. Вот те люди, которые занимаются динамическими системами, те могут узнать в этих фонтанчиках точки, соответствующие некоторым резонансам. Вот, по-видимому, здесь имеется какая-то такая же резонансная структура, но связанная не с четностью-нечетностью, а именно вот с малостью этих номеров. То есть нижние строчки, они малые. Но вот самая нижняя почему-то это седьмая строка, вот дальше идет там четвертая, там пятая, вторая. Я не помню точную последовательность. В общем, точная причина этого неизвестна. Значит, связи явной с четностью-нечетностью пока не обнаружено, по крайней мере, мы об этом не знаем. И гипотеза такая, что это действительно какой-то интересный резонансный эффект. Я, может быть, неправильно понял вопрос, но вопрос, по-моему, был именно в четности-нечетности количество клеток, а не номера уровня. Ну, на самом деле никакой связи и с количеством клеток, и с номером уровня тоже нет. Я понял, Александр, что именно семь там четная или нечетная. Может быть, с четностью номера строки, в которую добавляемая клетка попадает. Ну, не знаю. Ну, в общем, короче говоря, с четностью-нечетностью у нас была какая-то гипотеза, но она возникла из-за неправильного, из-за не совсем правильного эксперимента, из неправильного округления. Из-за неправильного. А потом оказалось, что такой зависимости нет. Так, в общем, когда я дальше буду рассказывать. Значит, да, вот сейчас как раз будет результат эксперимента, о котором упоминал Николай Николаевич по поводу резонансной структуры. Но сначала я еще коротко скажу, что до этого двумерные диаграммы я рассматривал называемые французские нотации. Также одно из популярных представлений диаграмм Юнга – это так называемая русская нотация или в координатах вершика Керова, в которой диаграмма Юнга поворачивается на 45 градусов против часовой стрелки. Таким образом, позицию на фронте диаграмме можно задавать уже не двумя, а одним числом, просто проектируя эту позицию на горизонтальную ось. Это очень удобно, когда мы хотим изучить, допустим, как меняются вероятности на фронте диаграммы с ростом диаграммы. То есть нас в данном случае не волнует конкретное количество клеток в конкретный момент времени, нас волнует лишь позиция на фронте. То есть мы нормируем фронт диаграммы и считаем, что вот эта координата, допустим, минус 2, она будет соответствовать диаграммам из 100 и из миллиона клеток, но она будет соответствовать одной и той же позиции на фронте. Соответственно, здесь вы видите такой график, где у нас по оси X это позиция на фронте, а по оси Y это коншерелевская вероятность в жадных последовательностях. То есть этот график, если мы начинаем строить диаграмму из корня графа, он будет заполняться сверху вниз. То есть сначала мы будем заполнять клетки в маленьких диаграммах, соответственно, вероятности там будут большие, потому что позиции, куда можно добавить новую клетку, мало, соответственно, вероятность каждой позиции будет относительно большой. Чем больше мы клеток добавим, тем у нас появляется больше позиции, куда можно добавить новую клетку, соответственно, вероятность каждой из них становится меньше и меньше. Вот мы заполняем его сверху вниз. И видим, он имеет такую вот интересную структуру, то, что Николай Николаевич назвал фонтаны, Некоторые такие вот пучки лучей, которые исходят из некоторых точек на фронте диаграммы. И они на самом деле соответствуют множествам клеток, для которых отношение координат заключено в некоторых пределах. То есть, вернее, так можно сказать, что отношение координат равно тому или другому рациональному числу. Вот в данном случае они приведены, некоторые из них. Далее еще одна задача, которая решалась в работе, это оценка пределов нормализованных размерностей. Здесь надо сказать, что на самом деле существуют ли пределы нормализованных размерностей или нет, еще не доказано. То есть, в работе Вершика и Керова доказано лишь, что нормализованные размерности полушерелевских диаграмм расположены в некотором диапазоне, но стремятся ли они к пределу в этом диапазоне или нет, не доказано. Тем не менее, были проведены численные эксперименты, в которых предполагалось, что предел есть, и функция нормализованной размерности растет как а минус b делить на корень из n. И методом на меньших квадратах, опять-таки, был оценен предел для стандартных диаграмм. Вот он, как мы видим, кривая достаточно точно согласуется с нормализованными размерностями. И для строгих диаграмм вот такой будет предел. То есть, это два графика для стандартных строгих диаграмм. Следующий раздел моего доклада посвящен трехмерным диаграммам Юнга. Здесь были построены две трехмерных диаграммы, размеры из 17 миллионов кубиков каждая. Одна была жадная, псевдопонширелевская, другая случайная, псевдопонширелевская. Значит, здесь, на этом рисунке они наложены друг на друга. И, значит, синим цветом отмечены клетки, относящиеся к жадной диаграмме, а зеленым к случайной. То есть, как мы видели до этого на анимации, в случае жадного процесса более, получается, регулярная структура, более четко вычерчен фронт диаграммы, в то время как в случайной диаграмме он более изрезан и случайен. Соответственно, те клетки, которые не лежат на фронте, они, естественным образом, оказываются в центре диаграммы. Красным цветом отмечены общие клетки. На самом деле их значительно больше. Просто в особенности графики так получилось, что кажется, что здесь только синие. На самом деле там тоже есть красный, но синих больше. В общем, то есть форма у них несколько отличается. Тем не менее, на самом деле слой вот этих клеток зеленых, он очень тонкий. И в осимптотике с ростом числа клеток формы этих диаграмм будут стремиться к одной форме. Это было также проверено экспериментально. Вот в двух метриках сравнивалась эта форма. То есть, во-первых, вычислялась высота максимального расхождения по каждому столбцу. Здесь она в нормированном виде показана. И также среднекатологическое отклонение вычислялось. То есть мы видим, оно уменьшается. И также в равномерной метрике мы видим, что разность не становится больше. То есть она в пределах некоторой константы остается. То есть с ростом размера, в принципе, они стремятся одна к другой. Также еще исследовался ряд параметров трехмерных диаграмм. В частности, это касается количества угловых клеток. Угловая клетка – это клетка, которая может быть удалена из трехмерной диаграммы без нарушения ее структуры. То есть, грубо говоря, такая клетка, у которой нет соседей в сторону увеличения XYZ. То есть мы строили, брали жадную случайную последовательность и строили графики количества клеток, как они меняются. Здесь приведены графики нормированные, деленные на n в степени 2 трети. В принципе, видим, что они константные. Эти константы также были оценены здесь, я их не привел, но, в общем-то, эта оценка была получена. То есть рост количества угловых – это c умножить на n в степени 2 трети. Также трехмерную диаграмму Юнга можно интерпретировать как, скажем так, двумерную картинку. Если на нее посмотреть, то можно считать, что… Я сейчас приведу пример. Вот есть такая диаграмма. Мы можем воспринимать ее как двумерный паркет. То есть паркет, состоящий из ромбов трех различных форм. Вот эти клетки, некоторые клетки, угловые клетки, которые я сейчас показываю, их можно закрасить каким-то другим цветом. И у нас получится некоторое такое множество кластеров, то есть множество таких объединений из этих вот ромбов, закрашенных одним цветом. И в этом эксперименте рассматривался рост количества таких кластеров с ростом размера диаграмм. Опять-таки были оценены константы. Ну, еще один эксперимент – это рассматривался рост длины поперечника в трехмерной диаграмме. Поперечник – это следующее. Нужно представить себе бисектрису трехграммного угла, то есть прямую, на которой x равно y равно z. И, соответственно, количество клеток, лежащих на этой прямой в трехмерной диаграмме – это поперечник. Вот. То есть здесь получаются такие вот пилообразные графики. Их такая форма обусловлена тем, что увеличение поперечника происходит с крышкообразным. То есть можно добавить много клеток, и в какой-то момент времени увеличится поперечник. Затем еще нужно будет добавить еще большее количество клеток, прежде чем поперечник будет увеличен. Поскольку эти графики нормированы на корень кубический из n, то, естественным образом, получается, что у нас при одинаковом поперечнике у нас растет n, соответственно, уменьшается кривая, и затем она резко опять-таки увеличивается. Но, тем не менее, тоже эти кривые, они сходятся к некоторым константам, которые также были оценены. Причем одна из констант даже, она похожа на некоторую функцию от pi, что-то типа 3pi на 4 или… Я не помню точную, в общем, тоже гипотеза на эту тему есть. А, вот она здесь, где на корень из 3pi на 6 умножить на корень кубический из n. Также на этом рисунке показаны кривые предельного фронта и контуры максимального замкнутого сечения для трехмерных диаграмм из 17 миллионов клеток. Значит, вот эти внешние кривые – это кривые вершика Керова, двумерные, которые уже известны. Функция для вот этого замкнутого контура на данный момент неизвестна, она вот получена только с помощью экспериментов. Далее я еще покажу одну анимацию. Это уже рост четырехмерных диаграмм. Здесь вот эти линии, на самом деле, некоторые тонкие, некоторые жирные, на самом деле они все одинаковые, это просто ошибка визуализации. Суть в том, что здесь каждый отдельный рисунок – это отдельный трехмерный слой, четырехмерные диаграммы. И вот мы с помощью процесса Ричардсона четырехмерного уже начинаем добавлять кубики случайным образом. И вот рост происходит примерно такой. Как вы видите, каждый следующий трехмерный слой, он находится в пределах предыдущего. Мы в любой момент времени можем добавить клетку в произвольную позицию. Либо начать новый трехмерный слой, либо уже добавить куда-то в существующий. В общем, вероятность каждого события одинаковая. Здесь уже получается такая серия предельных форм. Но это все тема, которая не включена в диссертацию, которой я начал заниматься со своими студентами относительно недавно. То есть здесь просто самые первые шаги были сделаны. И по 4D очень мало статей и очень большое поле для исследований. Вот так это все происходит. Далее. Ну и на этом графике, собственно, представлен тоже аналогичный предыдущий результат, но уже для 4D. То есть также длина четырехмерного поперечника, длина и количество угловых клеток четырехмерных диаграмм. Вот тоже получены оценки этих константов. Ну и в заключении, в последней части своего доклада, я бы хотел поговорить о преобразованиях Робинсона Шенсенда Кнута и преобразовании Шицинберже. Значит, и о экспериментах, которые проводились с видеобразованиями. Значит, преобразование Робинсона Шенсенда Кнута позволяет преобразовать некоторую последовательность чисел. Значит, ну, это может быть перестановка или может быть просто некоторый набор порядочных значений в пару таблиц Юнга одинаковой формы. Здесь просто приведен пример вот этой перестановки, соответствует вот такая пара таблиц. Сейчас я покажу, как он работает на примере. Вот представьте, что у вас есть такая последовательность чисел. Как по ней построить пару таблиц? Вначале берется первое число и помещается в таблицу П. У нас есть две таблицы, называются П и Ку. П это записывающая, и Ку это нумерующая таблица. Первый элемент помещается в таблицу П. Затем последующие элементы слева направо начинают помещаться в таблицу П. Если элемент оказывается самым большим в столбце, мы просто кладем его наверх в столбце. Если он не самый большой, то он выталкивает ближайший, больший элемент в правый столбец. В данном случае приходит число 2. Оно не самое большое, оно выталкивает число 13 направо. В это время таблица Q просто фиксирует порядок изменения формы таблицы P. То есть была единица, здесь стало двойка. В таком порядке мы меняли форму таблицы P. Затем приходит число 16, оно самое большое, поэтому встает наверх. Мы записываем Q3 и так далее. Этот процесс повторяется к тому же принципу. Самое большое число встает наверх, а не самое большое выталкивает следующее. Выталкивание может происходить вот таким образом постепенно. То есть мы вытолкнули, вернее, последовательно. То есть мы можем вытолкнуть число из первого столбца, затем оно вытолкнется число из второго, из третьего и так далее, пока очередное вытолкнутое число не окажется самым большим в следующем столбце. Затем, да, у этого преобразования существует масса интереснейших свойств. Одно из них это то, что получаемые таблицы имеют полношералевское распределение. То есть мы можем генерировать такие таблицы двумя способами. Либо с помощью РСК, либо с помощью маркерского процесса полношереля, о котором я говорил в начале доклада. И второе преобразование, которое я рассматривал, это преобразование Шуцинберже. Преобразование над таблицами. Оно преобразует таблицу размера n в таблицу размера n-1. То есть удаляет одну клетку. В данном случае это вот эта клетка. Здесь удалена. Ну и числа получаются тоже другие. Сейчас я опять-таки, будет проще мне показать это преобразование на примере. Значит, вот слева расположены исходные таблицы, справа будет таблица, которую я преобразовываю. Преобразование Шуцинберже изначально удаляется нижняя левая клетка. Затем в освободившееся пространство мы сдвигаем одну из двух клеток сверху или справа. То есть это игра в 15. Мы всегда выбираем клетку с меньшим значением. В данном случае это будет двойка, здесь это будет четверка, здесь будет девятка. Вот все, мы закончили сдвигать, потому что здесь уже пустое место, и у нас нет соседей сверху и справа. Затем у этой таблицы нужно декрементировать все значения, чтобы она приобрела стандартный вид, чтобы она начиналась от 1. Вот мы получили новую таблицу. Клетки, отмеченные зеленым, это путь, по которому происходило сдвиги. Это называется путь Шуцинберже, или он также известен как нерв. Нерв таблицы – это последовательность этих клеток. По поводу программной реализации этого преобразования, в моей работе был реализован эффективный алгоритм преобразования Шуцинберже. Он основан на той идее, что таблицы хранятся не как двумерный массив чисел. Это первое, что может прийти в голову, это хранить их как двумерный массив. На самом деле, из таблицы нужно хранить как одномерный массив координат клеток, в том порядке, в котором они следуют в таблице. То есть, например, вот в этой исходной таблице мы пишем 0, 0, 0, 1 – это двойка, то есть x0, y1. Дальше 1, 0 – это тройка, x1, y0 и так далее. Если записывать числа в таком виде, то у нас отпадает необходимость делать декремент в конце, декремент всех чисел, что существенно ускоряет алгоритм. Значит, здесь зеленым цветом опять-таки отмечены клетки, которые у нас лежат на нерве. И идея алгоритма состоит просто в том, что мы удаляем первую из таких клеток, и затем она появится, она заместит следующую клетку, которая является соседней от нее. То есть, такие клетки, которые мы удаляем, мы называем активными клетками. У нас изначально активная клетка вот эта, только приходит ее сосед, мы соседа удаляем, а клетку, наоборот, возвращаем. Вот видите, есть сдвиг между зелеными клетками, а все остальные остаются без изменения. То есть, для того, чтобы произвести такое преобразование, нам нужно сделать один проход по списку, и в нем почти все оставить без заменения, и немножко сделать перемещение. Да. Да, вот здесь показано, что, вообще говоря, преобразование Штенберже можно применять к таблицам итеративно, если добавлять последнюю клетку. То есть, я показал вам пример классического преобразования Штенберже. Здесь мы рассматривали преобразование Штенберже с сохранением формы. То есть, мы вот так вот сдвигаем все клетки по нерву, потом добавляем последнюю клетку и применяем преобразование Штенберже к уже полученной таблице. Таким образом, мы можем итеративно генерировать новые и новые таблицы Юнга. Это, по сути, такой генератор случайных таблиц Юнга. Вот, но о нем я расскажу чуть позже. Значит, далее. Далее, в работе вершика Керова 1986 года было замечено такое интересное свойство этих преобразований. То, что если у нас есть некоторая последовательность чисел, отмеченных здесь сигма-1, мы применим к нему преобразование РСК, получив две таблицы P1, Q1. Мы также можем сдвинуть эту последовательность влево, то есть удалить из нее первый элемент, получив сигма-2. И применить к сигма-2, опять-таки, преобразование РСК, получив Q2 и Q2. Так вот, оказывается, что если мы применим Q1 преобразование Штенберже, то мы получим таблицу Q2. Ну, здесь приведен пример, на нем подробно останавливаться не буду, в общем, есть две перестановки, получаем две таблицы, и Штенберже от этой таблицы дает вот эту таблицу. Затем, по поводу моих экспериментов, также более новая работа была у Ромика Исняды 2015 года, в которой было доказано, что если рассмотреть бесконечные таблицы Юнга, то есть примите количество кредок бесконечности, то существует предельное значение угла нерва таблицы Q, нерва Штенберже, о котором я говорил, угол наклона к оси абсцисс, и по этому углу наклона можно однозначно восстановить значение первого элемента, исходные последовательности. Вот. Но в моих экспериментах исследовался характер этой зависимости на конкретных таблицах Юнга, больших размеров. То есть понятно, что мы не можем в экспериментах осмотреть бесконечные таблицы, но брались таблицы достаточно больших размеров. То есть вот я не могу сейчас рассказать про всех экспериментов, я ограничусь только одним. Значит, бралось тысяча случайных таблиц P, размера 10 тысяч каждая, и им ставилось в соответствие таблицы Q такого же размера. Причем таблицы Q брались таким образом, чтобы у нас было по одному какому-то примеру таблицы с разными углами наклона нерва. И затем мы брали какую-то одну таблицу Q, для нее брали тысячу таблиц P, получали тысячу таких пар, и восстанавливали с помощью обратного преобразования РСК, восстанавливали значение первого элемента последовательности и строили распределение получаемых элементов. Здесь показаны примеры. Значит, вот справа вы видите таблицу Q с каким-то нервом, и слева мы видим вот эти тысяча точек, которые получены по тысяче таблиц P. Значит, здесь у нас значение первого элемента и частота, сколько получалось. Получается, что при таком угле наклона нерва в среднем значение первого элемента оказывалось около чуть меньше двух десяток. Ну и для других наклонов получались другие распределения. Здесь вы видите также, что они хорошо согласуются с нормальным распределением этих дистаграмм. Вот. Ну и по таким графикам, я привел здесь пример просто четыре таких графика, но, в общем, они были построены для всех возможных таблиц Q, и был построен по ним общий график, в котором уже фигурировали мат-ожидания, полученные здесь. Получена была такая кривая. Ну, более подробно об этих экспериментах можете посмотреть вот в этой статье. Ну и последнее, где применялось преобразование Штенберже, это касаемо вычислению копереходных вероятностей на градуированных графах. Значит, я сначала скажу, что такое копереходная вероятность. Значит, здесь показано просто, что такое переходная вероятность, да, о чем я уже говорил на первых слайдах. Значит, копереходная вероятность, она, это условная вероятность того, что мы перешли в какую-то диаграмму из предыдущей диаграммы. Здесь понятно, что одному ребру может соответствовать одна переходная и другая копереходная вероятность. В общем, по переходной вероятности на любом графе это отношение размерностей соседних диаграмм. Поэтому, если бы мы смогли определить по переходной вероятности на трехмерном графе, мы бы могли быстро строить размерности трехмерных диаграмм Юнга. В этом состояла задача. Получить оценки переходных вероятностей неизвестного центрального процесса на трехмерном графе. Это позволяет оценить переходные вероятности и изучить симпатические свойства размерностей. Эта задача может решаться путем генерации случайных равномерно распределенных путей в трехмерную диаграмму заданной формы. То есть, здесь рисунок придет в двумерном случае, но это справедливо для любого градуированного графа. Если мы рассматриваем какую-то вершину и множество ребер соединенных с этой вершиной, то мы можем генерировать случайные пути в эту диаграмму. И если они будут равномерно распределены, это принципиально, то частота прохода через каждые из ребер будет стремиться к копереходным вероятностям. А зная копереходные вероятности, мы уже можем их последовательно умножать друг на друга и получать оценку для размерности той или другой диаграммы. Поэтому решение этой задачи упирается в то, чтобы сделать равномерно распределенный случайный генератор трехмерных таблиц. И как раз такой генератор был основан на преобразовании шусиндержея, о котором я рассказал. Проблема этого преобразования состоит в том, что вот так вот итеративно генерируя новые и новые таблицы, мы оказываемся в цикле. То есть мы не сможем сгенерировать все возможные таблицы такой формы. Вот здесь переведены примеры трех-трехмерных диаграмм и структура длин циклов. То есть мы видим, что циклов достаточно много. Вот здесь их 180-200, и это при том, что это небольшие диаграммы. Но эта проблема была решена модификацией, которую мы назвали рандомизация преобразования шусиндержея. Она очень простая, но эффективная. То есть идея состоит в том, что прежде чем применять преобразование шусиндержея, мы с вероятностью 50% либо ничего не делаем, либо меняем вот такой путь на такой путь. То есть это аналогично тому, что мы в таблице меняем двойку и тройку местами. Если здесь записаны единицы, здесь двойка, здесь тройка, мы ставим тройку сюда, двойку сюда. Мы немножко меняем таблицу, но это меняет и нерв шусиндержея, и те таблицы, которые дальше будут получаться, и периодическая такая рандомизация. В трехмерном случае уже есть три комбинации соответствующие. Она позволяет вырваться из циклов, и эксперименты показывают, что таким образом мы получаем распределение близкое к равномерному, с помощью которого можно оценивать переходные вероятности на трехмерном графе. В заключение я хочу сказать, что это, конечно, не все, я представил не все результаты, которые делали за последние пять лет, их было много больше. Что-то есть, что-то опубликовано, что-то не опубликовано. Также существует большое количество планов на будущее, в том числе интересно рассмотреть какие-то смежные структуры с диаграммами таблицы Ньюнга. То есть это сортирующие сети, это липкие косы, возможно, еще какие-то объекты. Также хочется продолжить эксперименты с четырехмерным графом Ньюнга и другие эксперименты. Ну и также я хочу коротко сказать, что на базе нашего университета проходят два семинара, которые в данное время, по понятным причинам, это онлайн-семинары. Потом они вновь станут обычными. Значит, это семинар по алгоритмической математике. Он уже проходит пять лет. Он стартовал еще с события, когда университет ЛТИ посетил Бруно Бухбергер. Ну и там выступают различные докладчики из ЛТИ и приглашенные докладчики. Здесь переведена ссылка на прошедшие доклады. И также я хотел сказать о студенческом семинаре по учительственной комбинаторике, которым я руковожу, на котором мои студенты делают доклады. И я бы хотел сказать, что если, может быть, в РУДН или еще где-то есть студенты, которых интересует вообще эта тематика, которые хотят либо просто послушать, либо что-то поделать в этой сфере, то я крайне заинтересован, чтобы они со мной связались. Им можно дать вот ссылку, они могут посмотреть предыдущие доклады нашего семинара, можно дать мой e-mail. Буду рад с ними сотрудничать. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Есть ли вопросы к выступающим? Михаил Дмитриевич, у вас всегда есть вопросы? Боюсь, что в данном случае я выгодно на первый раз. Спасибо. Я ожидал больше, больше реакции, более бурного обсуждения. Вот у меня есть вопрос, но длинный будет. Василий, можно слайд номер 43 показать? Мы уже беседовали на эту тему, и, может быть, сейчас после моего некоторого сумбурного объяснения будет комментарий, и, может, Николай Николаевич что-то добавит. Мы с Николаем Николаевичем исследуем сложность конечных последовательностей. У нас символы 1, 2, 3. Берем последовательности длины, скажем, 100, например. И дальше разные меры. Один из способов мы использовали стандартную шенноновскую энтропию, но мы брали подпоследовательность, начиная с начала, и фиксировали подпоследовательность с максимальной шенноновской энтропией, и строили диаграмму энтропии и соответствующая длина подпоследовательности. И вот там у нас вылезали очень похожие такие лучи, которые сходились к энтропии, соответствующей случаям, когда у нас только один символ, когда только два символа и когда только три символа равномерно представлены. И как появляются эти последовательности? Вот берем последовательность из одних единиц, понятная энтропия 0, а дальше добавляем двойку, и в зависимости от того, куда мы эту двойку кинем, у нас появляется один лучик. Дальше мы кидаем две двойки. В зависимости от того, как далеко эти две двойки попадут от начала последовательности, у нас получается следующий луч. Ну и так далее. Дальше мы начинаем следующий символ добавлять. И вот таким образом у нас все эти лучи вылезают. А что происходит? Фактически мы берем длину последовательности и представляем в виде одного, двух или трех слагаемых. И согласно некоторым правилам, согласно тому, насколько разница первая, вторая слагаемая велика, а слагаемая это просто число единиц, двоек, троек, там это самое. У нас вот появляются наши точки. А здесь в диаграммах Юнга то же самое. Мы число вот этих кубиков в диаграмме представляем в виде двух или трех слагаемых, в виде нескольких слагаемых, не двух, трех, там вот в виде определенного числа слагаемых, согласно некоторым правилам и так далее. То есть вот тут какие-то вот такие параллели вот просто напрашиваются для объяснений. И может быть даже вот эти все узлы или вот там-то на диаграмме, когда вот нижний уровень был седьмой, как-то это связано тоже вот с тем, что вот представить эту семерку в виде суммы двух простых чисел. Ну вот какие-то параллели такие лезут в голову. Можете ли что-нибудь прокомментировать на эту тему? Мне кажется, здесь стоит попробовать какой-то очень маленький пример взять здесь и в случае с единицами-двойками и внимательно посмотреть. Возможно, действительно там можно будет увидеть какие-то параллели. Но здесь так сходу сказать, что здесь связь мне сложно, потому что здесь функция такая, как мы берем отношение как бы координат клетки, которые мы добавляем в диаграмме Юнга. То есть х делить на у, вычитаем из нее вот это число, да, и полученное вот это значение должно быть в пределах там, ну в данном случае 10 константов, как выбирается, R, десятка, количество этих ветвей. Сказать, как это связано с нейтропией, я не могу. Можно я сейчас прокомментирую? Здесь на самом деле то, что сказал вот Александр Мюллери, я имею в виду, значит, связано с тем, что я сказал в качестве комментария вот ровно перед тем моментом, как эта картинка с фонтанами появилась. Я сказал, что, скорее всего, это отображает какое-то резонансное явление. Здесь в данном случае резонансом является отношение там номера добавляемой строки, отношение координаты Х к координате У. Вот, но здесь по Y, вот на самом графике, это ведь график функции Планшерелевских вероятностей, то есть это с трудом можно связать вот с теми экспериментами, о которых говорил Саша Мюллери. Но дело в том, что резонансные явления возникают вообще при изучении динамических систем, особенно при изучении динамических систем, в которых есть хаотическое поведение, а есть более-менее регулярное. И многие знают, наверное, что резонансы имеют отношение к разделению фазового пространства на зону с регулярным и хаотическим поведением. То есть вот, например, такая же картинка возникает на окружности, если мы изучаем дифоморфизмы окружности, значит, сопряженные с поворотом. И в зависимости от рациональности вот этого угла, с которым, поворот на который является сопряженным к данному преобразованию, вот возникает некоторая резонансная структура. Я думаю, что и в той задаче абсолютно тот же самый эффект. Дело в том, что сейчас, мне покороче сказать, я сейчас уже два предложения хочу. Алло. Алло, алло. Да, просто я подумал, что меня хотят прервать просто. Вот в замечании Саши Мюллера говорилось о задаче, но он не сказал, откуда происходит та задача. Там исследовалась задача, некоторый частный случай, задача трех тел, в котором есть сложные траектории, близкие к хаотическим. И есть траектории более-менее регулярного поведения, когда тройная система распадается на двойную, а третье тело очень быстро уходит. И те конечные символические последовательности, о которых говорил Александр, это на самом деле кодирование в символьной динамике вот таких траекторий. Понятно, что траекториям со сложным поведением в данном сопоставлении, в данной модели символической будут соответствовать последовательности с высокой энтропией. Вот в частности, значит, мы исследовали как раз, каким образом отделить в фазовом пространстве там последовательности с высокой или максимальной энтропией от траектории с более-менее регулярным поведением. Ну, это вот и препятствием к хаотическому поведению является некоторое резонансное явление. То есть, на самом деле, там вот нет таких параметров в виде частот каких-то определенных, отношение которых должно было бы быть рациональным в случае резонанса и рациональным не в случае резонанса. Это трусно увидеть. Но какая-то вот резонансная структура, аналогичная этому явлению, там точно есть. То есть, это явление не связано вот так напрямую, но я думаю, что очень похожие аналогии можно найти в огромном количестве моделей, связанных с динамическим, с исследованием динамических моделей, в которых наблюдается хаотическое поведение регулярно и области перехода между ними. Вот в данном случае и здесь, и там такая картинка возникает. И, скорее всего, действительно, причина его в некоторых таких неисследованных резонансах не очень пока понятной природы. Все. Спасибо. Александр, Василий, вы еще имеете что-то добавить? Или Николай Николаевич исчерпывающе прокомментировал? Я думаю, что исчерпывающе. Хорошо. Еще вопросы есть к докладчику или просто по теме доклада? Если нет, то большое спасибо. Мне и доклад понравился, и последний комментарий Николая Николаевича был непонятно по каким мотивам, но интересен. Возможно, через некоторое время я об этом скажу автору замечания. Пока не могу сказать, но мне показалось это интересным. Причем там не обязательно хаотическое, но может быть такая последовательность регулярных, которая стремится к хаотическому периоду. Это квазихаотические в системах, типа системы Фигенваума, например, возникают. Траектории, возникающие как пределы траекторий при изменении параметра, когда происходит бесконечное количество бифуркаций, удвоения периодических. Из периодической получается траектория с двойным периодом, потом с четверным, с восьмерным, а в пределе получается траектория со сложным поведением. Но энтропия все-таки ноль. Тем не менее, поведение близкое к хаотическому. В общем, я думаю, мы с Леонидом Антоновичем потом еще побеседуем. Когда я созрею? Пока еще нет, пока очень смутно. Я думаю, что я тоже в процессе знакомства с другими моделями, в которых возникают те же самые эффекты, нам что-то тоже будет более понятно. Спасибо, спасибо. И если все удовлетворены и нет больше вопросов и заявлений, то, наверное, поблагодарим всех участников. И выступавших, и слушавших внимательно. Спасибо. И до следующих встреч. А, Василию, спасибо за предложение подключиться к семинарам в ЛАТИ. Ты потом перешлешь эту презентацию, чтобы мы могли к ней как-то обращаться. Василий. Да, я могу прислать и презентацию, и все эти сопутствующие материалы. И ссылки тоже, да. Спасибо, спасибо. Тогда до свидания. До свидания. Спасибо большое. И, если можно, Василий, всем пошли презентацию. Это очень правильно. Хорошо. А она не сохранится, она сохранится только на время сеанса, то есть ее надо будет мгновенно скачивать. Нет, нет, я имею в виду вот слайды. А, ну, так слайды, если ее послать прямо в MS Teams. Я по почте пошлю. А, ну, если по почте, только тем, у кого мы знаем e-mail. Конечно, но остальные запросим. Остальные, да. Хорошо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Всем спасибо, особенно Леонид Антонович. Большое спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok ets.